Вот так вот, да, Олег? Вот так и живем. Людмила и Олег Кускова в браке уже 41 год. Супруги смеются, вспоминая историю своего знакомства. Ведь Олег тогда, 43 года назад, дал себе слово серьезных знакомств не заводить, чтобы не мучиться потом два года армии в разлуке. Но Людмилу встретил в кафе буквально за полторы недели до отправки на службу. Увидел и понял, что пропал. Сейчас мужчина признается, что до последнего тянул с объяснением в чувствах. Хотел все сказать на вокзале, но девушка не пришла. Я ждал, она обещала, ну там так получилось, что я расстроился. Еще не доезжая до Караганды, уже письмо написал. И в Караганде я передал, чтобы отзбросили это письмо. Людмила, жена молчаливого парня, появившаяся в их совместной компании друзей, неожиданно тоже обратила внимание. Он не снимал кепку, хотя был в помещении. Только потом она поняла, что стеснялся показать обритую голову. Когда пришло первое письмо, она прыгала от радости. Я пишу с вагона, вот была станция, вот я, значит, письмо отправил. Вот, в общем, всего тебе доброго, вот, до свидания, ну так все красиво, все культурно, вот это все. Вот, я, конечно, так обрадовалась, думаю, вот, надо же, только не успел уехать уже, значит, уже письмо прислал. Вот, потом второе письмо, потом третье. Когда вы ответили? Вот, ну, я тоже старалась, я тоже ему ответить. Таких писем было больше трехсот. Они приходили в течение двух лет, каждые три-четыре дня. В письмах они узнавали друг друга, делились мыслями, переживаниями, радостями и влюблялись. Потом, значит, начал мне эти, высылать очень красивые цветочки. Видно, собирал, там полевые. Вот, он служил сначала, был в учебке семипалатинский, потом служил вообще в Алма-Ате. И, значит, высылал всегда тоже, почти что в каждом письме полевой цветочек. Такой красивенький, там, знаете, такой засушенный, а знаете, как красиво. Ну, как приятно. Раз и цветочек там, и потом раз к нему, это прям стихотворение. Поженились они спустя три месяца после возвращения Олега из армии. Говорят, тянуть не стали. В своих чувствах они были уверены. А годы совместной жизни их проверили на прочность. Когда ты человека понимаешь, вот, и есть, у вас есть, вообще, между другом, в общем, взаимное понимание, вот, то, конечно, вот эти все бывают проблемы, вот, и трудности. Когда нет трудностей, то оно, знаете, не так закрепляет семью, как оно, когда, знаете, когда все на все готово, например, там, тебе дали, тебе принесли, там, тебе, ты знаешь, на кого-то надеешься, там, например, на вот, а если ты знаешь, что ты только ты, ты, да я, да мы с тобой. Решали всегда вдвоем. Вдвоем они построили то, что имеют сейчас крепкую дружную семью. Олег Кусков считает, что за годы совместной жизни супруга стала для него не только любимой женщиной, но и самым верным товарищем по жизни. Чтобы понять ее, ему даже не нужны слова. Бывает, если я где-то что-то там это, не так что-то сделал, или, допустим, ей срочно надо, а я вот не могу, я же там занимаюсь искусством, высокий, видите, а надо вот. И вот я прихожу, я примерно знаю, что она мне скажет. Ну, решается все. Олег Кусков художник, но никаких больших академий он не заканчивал. Говорит, всему учился сам. С детства мог легко перерисовать все, что угодно. И как-то так вышло, что обычное хобби стало для него и основным источником заработка. Вот как раз в 90-е годы, чтобы меня не тревожили какие-то мысли, я садился и целыми днями начинал рисовать. Так-то я раньше оформительские работами занимался, а начал картины писать. Ну, и потом я все время жену успокаивал, говорил то, что если появилась какая-то копейка, я там холст где-то у кого-то купил, краски. Я говорю, это все, все восполнится, это на будущее. Это я и себя успокаивал, и больше ее. Самая главная его поклонница – это супруга, которая все эти годы стала его главной поддержкой и музой художника. Когда я, говорит, начинаю писать картины, вот, и он, бывает, знаете, он даже все, если он ушел в эту тему, в это, как сказать, свое произведение, все, его лучшее. Он даже, ему не кушать не надо ничего, он просто весь в этой картине. А я же как, например, Олег, пошли кушать там, поужинам, давай чай это. А он, Люд, я не хочу, все, типа, как бы меня не трогайте. А я, например, там, Юля, позови папу кушать, вот это все. И потом уже, ну, естественно, с годами я начала уже, конечно, его знать, что если человек занятый, и у него есть вот это, видно, что-то в голове такое крутится, то в этот момент его лучше вообще не трогать. Сейчас у супругов уже двое детей, два внука. И Людмила, и Олег уверены, что семья – это самое ценное, что они могли создать за свою жизнь. Это же тыл. Я вот всегда шучу, говорю, может быть, куда-то хочу сходить, ну, там, допустим, по друзьям или еще что-то, а ноги сами домой идут. Прямо что-то. И я знаю, всегда есть дома что покушать, как бы чисто, и… Ну, все, короче. Ну, тыл есть тыл. На следующий год супруги готовятся отмечать свою перламутровую свадьбу. В народе говорят, что именно за такой срок на свет появляется самый дорогой жемчуг. Если пара не рассталась за четыре десятка лет, значит, их любовь действительно проверена временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова